Большинству Николаевцев хотелось бы, чтобы на месте «Искры» был нормальный центр культурного проведения, массового проведения своего досуга, чтобы это не было, ну не знаю, какое-то там очередное кафе, ресторан, какая-то барыжня, извините за плохое слово, чтобы это был какой-то центр, наверное, какого-то семейного отдыха и так далее, и так далее. И, исходя из этого, ну вот мнения депутатов разделились, каким же способом пойти для того, чтобы достичь той цели, о которой я только что сказал. Часть депутатов говорит о том, что нужно выставить на аукцион, и без изменения целевого назначения этого объекта, соответственно, наверное, реализовать его, найти эффективного собственника этого объекта. Часть же депутатов говорит, что если мы найдем собственника, собственник может и не согласиться со своим первоначальным решением не менять назначение, а, соответственно, будет использовать этот объект со временем, так, как он захочет. Поэтому вот как бы в этом и состоит разделение мнений депутатов. Я же придерживаюсь идеи, что нужно передать городу Николаеву, потому как областной бюджет фактически не тянет по своему финансовому ресурсу содержание этого объекта. У нас должна быть государственная позиция, я имею в виду депутатов областного и городского совета. И тут амбиции выстраивать между нами какую-то стену непонимания, дайте нам объект, дайте нам денег, дайте еще что-то, иначе мы не примем, я считаю, что нецелесообразно. Нужно собраться вместе, еще раз провести какое-то очередное заседание, очередной комиссии, и до сессии областного совета, которое, я надеюсь, будет в каких-то ближайших месяц, соответственно, выработать решение и вынести на сессию. Просто затягивать с этим объектом, мне кажется, не стоит. Опять же, летний период позволит, может быть, сделать какие-то работы, оценить возможные риски и так далее, и так далее. То есть объект нужно передавать в таком виде, в котором он есть, если мы говорим о государственной позиции.